Здравствуйте! Следующая наша тема лекции схемы с последовательным соединением активного и реактивного элементов. Схемы состоящие из последовательно соединенных активного сопротивления, индуктивности и емкости, как показано в рисунке 1, заданы приложенные напряжения U, частота F и числовые значения параметров R, L и C. Требуется найти ток и напряжение на элементах. При анализе электричной цепи синусуитального тока типична ситуация, когда метод решения незнакомой задачи неизвестен. Во многих случаях помогает следующий подход. По установленным ранее правилам строится векторная диаграмма из анализа которой выводятся необходимые расчетные формулы. Также поступим сейчас и мы. Последовательные цепи общим для всех элементов является протекающий по ним ток, поэтому именно с него начнем построение векторной диаграммы. Ниже есть второй рисунок. Проводим его изображение горизонтально, вот как на рисунке. Вообще направление первого вектора при построении диаграмм произвольно. Оно диктуется с отображениями удобства. Дальше мы должны показать векторы напряжений на всех элементах и в соответствии со вторым законом Херхова векторной форме получить вектор входного напряжения. Оно выглядит так. У равно УР плюс УЛ плюс УЦ. С векторами. Сложение векторов можно выполнять по правилу параллелограмма. Однако удобно применять правила многобойника, когда каждый следующий вектор пристраивается к концу предыдущего. Нам известно, что напряжение на активном сопротивлении совпадает по фазе с током, поэтому вектор УР, вот УР, мы направляем по вектору И, и к его концу пристраиваем вектор УЛ, вот УЛ, и направляем его вверх, так как напряжение на индуктивенции опережает на 90 градусов. Напряжение УС находится в противофазе, то есть отстает от тока на тот же угол, то есть 90 градусов. Поэтому вектор УС, пристроенный к концу вектора УЛ, направлен вниз. Векторная сумма УР, УЛ и УЦ дает векторы приложенного напряжения У. Величины напряжения на отдельных элементах цепи нам известны, то есть УР равно ИР, УЛ равно ИХЛ, УЦ равно ИХЦ. Вот первая формула. Из треугольника ОАБ, вот ОАБ, по терраме Фокора находим У равно, корень в квадрате, УР квадрат плюс УЛ, минус УЦ в квадрате. Дальше мы переделаем это, то есть если вместо УР поставим по закону ОМА ИР, то это выражение выглядит вот так, корень в квадрате, ИР квадрате. И вместо УЛ поставили вот с первой формулы ИХЛ, и получается вот корень в квадрате ИР квадрате плюс ИХЛ минус ИХЦ в квадрате. Вынося И, везде есть И, вынося из-под знака радикала, записываем последнее выражение, везде вот вторая формула. Здесь У равно ИЗ, АЗ у нас, как мы знаем, это полное сопротивление цепи, равно корень в квадрате ИР квадрате плюс ИХЛ минус ИХ в квадрате, равно, это у нас, вместо ИХЛ минус ИХ, подставляем ИХ, и получается корень в квадрате ИР квадрате плюс ИХ в квадрате. В последней формуле разность индуктивного и емкостного сопротивления мы обозначили буквой ИКС. Это общее реактивное сопротивление цепи, то есть ИКС это равно ИКСЛ минус ИКСЦ. Сами индуктивность и емкость называются реактивными элементами, и их сопротивление, ИКСЛ и ИКСЦ, тоже вносят названия реактивных. Выражение второе, то есть У равно ИЗ, называется законом ОМА для всей цепи. Оно может быть записано в таком виде. То есть И равно У деленное на З, равно У, где У полная проводимость цепи, представляющая величину обратную, полному сопротивлению. То есть У равно 1 деленное на полное сопротивление, на З. Если необходимо определить угол двига фаз между напряжением и током, то это можно сделать из треугольника напряжения ОААБА. Вот наверху на рисунке, да, то есть там можно увидеть, можно записать, фи равно арттангенс ААБ деленное на ОБА, равно арттангенс УЛ минус УЦ деленное на УР. Мы подставляем, вернее, раньше его, до этого мы показывали, да, вместо УЛ можем подставить ХЛ, вместо УЦ можем подставить ХЦ, а вместо УР – Р. Тогда получается у нас арттангенс Х на Р. Векторная диаграмма на рисунке 2 построена для случая, когда УЛ больше УЦ, что имеет место при ХЛ больше ХЦ, когда цепи преобладают индуктивность, и ХЦ вносит активно индуктивный характер. Общий ток отстает по фазе от входного напряжения. Возможно также режимы, когда УЛ меньше УЦ и УЛ равно УЦ. Давайте ниже приведем примеры. Вот, например, пример 1. Параметр цепи на рисунке 1, наверху которой рисунок 1, где вот последовательно соединены резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы. Рисунок 1. Имеет следующие числовые данные. То есть, пусть нам даны числовые значения. Р равно 60 Ом, ХЦ равно 40 Ом, ХЦ равно 120 Ом, У равно 200 Вольт. Определить ток напряжения на элементах и угол двига фаз между напряжением и током. И построить векторную диаграмму. Сначала определяем полное сопротивление цепи. То есть, З равно по диаграмме. Это по гору мы находим. Корен в квадрате, Р квадрате плюс ХЦ минус ХЦ квадрате. Подставляя числовые данные, то есть, вместо R 60, вместо ХЦ 40 и вместо ХЦ 120, получаем 100 Ом. То есть, действующее значение тока, Р равно У на З, равно 2 Ам. То есть, у нас У равно 200 Вольт, а вместо З, поставляем, мы находили 100 Ом, получается 2 Ам. Напряжение на элементах, то есть, у Р равно ИР, это 120 Вольт. У Л равно ИХЛ, поставляем числовые данные, получается 80 Вольт. У С, соответственно, если подставляем числовые данные, получится 240 Вольт. То есть, И равно у нас, мы находили 2 Ам, а ИХЛ дано у нас 120 Вольт. ИХЛ, 2 умноженное 120 Вольт, получаем 240 Вольт. Теперь, по формуле, которую до этого мы выводили, находим угол сдвига фаз. То есть, ФИ равно Архтангенс, ИХЛ минус ИКЦ, минус, деленное на Р. Подставляем числовые данные. У нас ИХЛ равно 40, а ИХЛ равно 120, получается минус 80, деленное на 60. Это примерно минус 53,1 градус. Построим по этим данным векторную диаграмму. Вот, на рисунке 3 векторная диаграмма последовательной цепи резисторов и катушки-индукинцы конденсатора. То есть, векторная, так как ХЦ больше ХЛ, Цепь носит активно гемкостный характер. Ток опережает напряжение угол сдвига фаз. То есть, ФИ отрицателен и на диаграмме направлен от тока к напряжению в отрицательном направлении по часовой стрелке. То есть, типичным для тебя переменом тока является рассмотренный задачей режим, когда напряжение на одном из реактивных элементов, в данном случае на емкости, превышает входное напряжение при определенных соотношениях параметров цепи. Это превышает, может быть, довольно значительные десятки и сотни раз. Обратим внимание также на то, что сумма падения напряжения на элементах вольтах не равно напряжению. То есть, например, сумма 120 плюс 80 плюс 240. Эта сумма получается где-то 440, а здесь 200. Еще раз повторяем, что для численных значений токов и напряжения законно Кирхоффа неприменимы. Они справедливы только для мгновенных значений векторов и комплексных чисел. Показания приборов в цепях перемену тока складывалось нельзя. Давайте приводим второй пример. Определить величины сопротивления R и емкости ЦА. Если при частоте 50 Гц приборы в схеме на рисунке 4, рисунок 4 у нас сейчас вот, имеют следующие показания. U равно 125 В, UR равно 100 В и равно 2,5 А. Решение. По показаниям вольтметра и амперметра определяем величину активного сопротивления. То есть, по закону R равно UR на I. Подставляем число веонами, получается 40 Ом. Для определенной емкости конденсатора необходимо знать напряжение УС. На него зажимы. Его можно найти из векторной диаграммы. Вот ниже будет 4 рисунок. При ее построении вектору R направляем по вектору тока. И они совпадают по фазе. А вектору С под угловым 90 градусов к току. В сторону отставания. Вектор входного напряжения U находим как сумму вектору UR. То есть, U вектор равно UR плюс УС. Из векторной диаграммы определяем напряжение на конденсаторе. Также по терминфлагора. То есть, УС равно вот тут. То есть, корень квадрата U квадрата минус UR квадрата. Они являются... U является у нас гипотиноза. А УС и УР являются катетами. То есть, если мы найдем один катет УС. То есть, мы находим по теореме приковора. УС равно корень квадрата U квадрата минус UR квадрата. Подставление числовой данной получается 75 вольт. Теперь находим емкостное сопротивление. Это уже по данным. На верху группу, где мы находили подставление числовой данной. Получается трипцеплон. Из формулы ИКС. То есть, отсюда можно определить емкостер. Это равно у нас... То есть, С равно 1 деленому омегой ИКС. Подставляем так числовые данные. Получается у нас 106,2 микрофарады. Здесь минус 6 степень микрофарада. Давайте приведем еще один пример. У нас будет третий пример уже. Отказаем катушкой с параметрами 30 Ом. И катушке индуктивности 40 милигенра. Приложено напряжение U. То есть, уже нам дано напряжение. Таким закономерностью. U равно 300 синус 1000 T плюс 60 градусов вольт. Записать выражение мгновенного значения тока. Каким оно станет, если частота питающего напряжения уменьшается вдвое. Попробуем решить. То есть, вычисляем также индуктивные полные сопротивления. Как ранее мы это делали. То есть, XL равно Омега умножено L. Подставляем числовые данные. У нас тут Омега равно 1000. И умножим на 40 милигенры. То есть, 40 нужно 10 минус 30. Получается 40 Ом. А полное сопротивление тоже по теореме Пифавора находим. Подставляем числовые данные. Получается 50 Ом. По закону Ома находим амплитуду тока. То есть, I M равно U M, деленное на Z. На полное сопротивление. Подставляем числовые данные. 200 на 50. Это получается 4. У M вот дано. Из условий задачи 200. А частота. Полное сопротивление. Находили цвет. Тут 50 Ом. И получается 4 А. Определяем угол сдвиг фаз. То есть, FI равно архтаменте X L деленное на R. Подставляем числовые данные. Получается 53,1 градуса. При отстающем токе. При активном инвентимном характере цепи. Этот угол положителен. И находим начальную фазу тока. То есть, Psi I равно Psi U минус FI. Равно 60 градусов деленное на минус 53,1 градус. Получается 79 градусов. Итак, I равно N умножить синус Ом. Омега Т плюс Psi I. Это равно 4 синус. Вместе с Омега подставляем 1000. Х Омега Т плюс 69 градусов. Вместе с Psi I подставляем 69. Получается, получили вот это выражение. При уменьшении частоты. То есть, при Омега равно 500 секунд минус 1 степень. Х Л равно Омега Л. Подставляем вместо Омега 500. И получается, Л у нас 0,4. Получается 20 Ом. А амплитуда, если мы знаем, вот эти данные уже находили, тогда амплитуда равняется УМ деленную на Z. То есть, 5,54 А. А фаза, арксинус, тангенс Иксел делен на R, 33,7 градусов. И по оконцовке поставляем все эти числые данные. Получается, Psi I равно 60 минус 33,7. Это 26,3 градусов. То есть, если напишем выражение, вот, зная все эти данные, тогда получается И равно 55,4 минус 500, то плюс 26,3 градусов А. В схемах на рисунке 5 предлагается определить показания вольтметра на входе цепи. Если во все случаях показания вольтметров на отдельных элементах составляет V1 40 вольт, V2 30 вольт. Ответы на поставленный вопрос приводятся под каждой схемой. 50, 70 и 10 вольт. Предлагаем для каждого отсутствия построить векторную диаграмму и проверить правильность приведенных ответов. Вернемся к векторной диаграмме. Вот представленный рисунок 2. Изобразим отдельный треугольник КОАБА, являющийся частью. Сейчас был иллюкцион 6. Этот треугольник называется треугольником напряжения. Вот А в случае А. Проекция векторов вектора напряжения на вектор тока называется активной составляющей напряжения. Она обозначается УАА на рисунке и равна поддельному напряжению на активном. сопротивлении. То есть УА равно УР. Это равно ИР. И умноженное Р. Реактивное составляющее напряжение УР. Это проекция вектора напряжения на направление к пенталликулярному вектору тока. Она равна падению напряжения на суммарном реактивном сопротивлении. То есть УП, УЛ минус УС. Это если И отправим за скобку, тогда получается ИР умноженное на ХМ минус ХС. Это равно И на Х. Как видно на рисунке, если B, если все стороны треугольника напряжений разделить на ток, то получится подобный ему треугольник от B. Если его разделить на ток, то есть здесь сокращается И, остается только Z, здесь остается только Х, здесь остается только Р. Тогда ему соответствует следующая формула. Косинус Фи равно, косинус Фи рядом лежащий катет, деленный на гипотенузу, Р на Z. То есть косинус Фи равно Р на Z, а синус Фи – противолежащий катет, деленный на гипотенузу. Это Х на Z, а тангенс Фи – это противолежащий катет на рядом лежащий катет. Тангенс Фи равно Х на Р. Получается по теоремике Пифагора полное сопротивление у нас. Z равно Х на Р. То есть колен в квадрате, Р в квадрате плюс Х в квадрате. Ищем задачу, поставленную в начале символическим методом. Запишем цепи изображенной рисунки. Вот этот второй выше было у нас. Так, давайте решим. Тогда второй закон Кирхов получается у с точки равно у с точки Р плюс у с точки Л плюс у с точки С. Подставляя в него напряжение на лимитрах, записанное ранее в комплексных числах, получаем вот такое выражение. То есть получим у с точки равно и с точки умножение R плюс GXL минус GXC. Или у с точки равной и с точки на Z. Где Z, комплексное сопротивление цепи, равное, вот Z равное R плюс G, сколько XL минус GXC, равное R плюс GX. То есть вместо X подставляем E в степени GXI. Выражение вот шестое представляет собой закон Ома в символической форме. И в floaterе. Продолжение следует...